Духовник обители Схерхимандрит Гурий Свой духовный путь начинал в знаменитой Глинской пустыне, что находилась в 160 километрах от Курска. Знаменитой и опытными старцами, к которым ездила вся православная Россия, и подвижнической жизнью своих насельников. В Глинской пустыне я принял в 1956 году монашеский пустырь, священный сан. Уже Глинский монастырь закрывался в 1962 году, я уже был иеромонахом. Мы застали старых монахов, старых священнослужителей, которые еще не в 20 веке, а в 19 веке некоторые поступали. У них была глубинная кротость, невозмутимое спокойствие. Они никогда не раздражались. У них было настолько любви, они дышали только Богом. Всех любили. Эта любовь настолько была, как бы, действовала на тех, кто приезжал к нам. Нечистый дух, одержимые люди, которые страдали от этого. Когда проходили старцы, их коробу было, Бог знает, что с ними творилось. Многие селялись у нас с благодатистых отцов. Они все испытали лагеря, высылки, тюрмы. Они были просто исповедники. Их били, их мучили. Их везли в трюмах, далекие, отдаленные места. Они в трюмах сидели по две недели без солнца, без света. Вот мой старец, отец Траник, духовный, который сказал, я вышел и пошел. А некоторые выходили и падали, и уже не вставали. Я встал и пошел. Особо отец Гури вспоминает о нестяжании глинских старцев. При великой бедности монастыря с паломниками они делились самым последним. И тем хлебом, который пекли в послевоенные годы из муки, наполовину смешанной с картофелем. Если эту кресточку за хлеб положить на край стола, она может преломаться и упасть. Такой был хлеб. И ежели, скажем, высохнет, его не раскусить, надо чуть ли не рубить его. И вы знаете, как все было сладко, как все было приятно. Никто не роптал на такую плохую еду, никто не роптал на бедность, на нищету нашего монастыря. Потому что монахи никогда не ропщат, и всем довольны всегда. Глинский старец Андроник стал духовным отцом молодого инока. На его долю выпали немецкий плен в Первую мировую, в лагеря на Сахалине уже при советах. Пережитое не ожесточило. Сердце отца Андроника пылало любовью к Богу и людям. Удивителен Божий промысел. И еромонах из глухой Глинской пустыни, и последний настоятель Новоспасской обители, архиепископ Павлин Крошечкин, после разгрома своих монастырей, встретились в Могилеве в 35-м. И отец Андроник короткое время был келейником владыки. Их арестовали вместе, только отец Андроник, пройдя через лагеря, выжил. И сегодня, получая благословение от отца Гурия, понимаешь, что через него с тобой рядом невидимое присутствие русских исповедников веры. Я никогда не пожалел, что я стал монахом. Я никогда не пожалел, что я не создал семью для себя. Мне было всегда легко. Господь был всегда со мной. Я видел на каждом месте помощь Божию. Это передать нельзя всего того, что Господь помогает тем, кто любит Его. Мы соблюдаем то, что нас научили старцы духовные. Без этого нам жить просто невозможно. Для братьев Новоспасского монастыря отец Гурий – наставник, от которого можно наследовать тот духовный жемчуг, что достался ему от глинских старцев. Школу той монашеской молитвенной жизни, без которой монахом стать просто невозможно. Апостол Иоанн Богослов говорит, что запады Христовы не тяжелые, не тяжкие суть. Полюбить их надо. Полюбить надо все. Это насильно не делается. Любовь к Богу преодолевает все. Для нас, за сыном монастыря, как будто жизни нет. Мы не знаем, что там происходит. Мы как бы изолированы от мира, от жизни. У нас настолько тишина. У нас, например, в монастыре не знают, что такое зависть, что такое лесть, что такое обман, что такое клевета. Все это у нас исключено. Это такое единое, чистое братство. И все же нахождение в центре огромного города накладывает на монашескую жизнь свои особенности. Какими бы стенами не ограждал себе монастырь, все равно влияние города ощутимо. Потому что люди приходят сюда со своими скорбями, проблемами. Братья монастыря несет послушание по исповеди. Я думаю, москвичи так не ощущают те перемены, вообще те процессы, которые происходят внутри города, как насельники монастыря. И, конечно же, каждый сдвиг в обществе, особенно безнравственную бездну, которая сейчас происходит, постепенно вот это вот сползание, он остро ощущается насильниками монастыря. Это ощущается буквально на физическом уровне, на духовном уровне. Очущаешь сердцем, душой то, что происходит. Сейчас порог становится, к сожалению, нормой. И очень страшно, когда грех, который люди оправдывают, как то гражданские браки, противоестественные влечения человека, тоже оправдываются природой человека, современностью. Это, к сожалению, не есть норма, не есть правила. И когда человек, христианин, живя в таком мире, в котором, к сожалению, грех становится нормой, ему, естественно, тяжело сочетать свой христианский долг с устоями мира. Главная болезнь всякого городского жителя, а тем более жителя мегаполиса, это постоянное состояние суеты. Причем суеты, которая превосходит все мыслимые пределы, все мыслимые рамки. Эта суета до такой степени захватывает ум и сердце человека, что он вообще не способен адекватно реагировать на процессы, которые происходят вокруг. Эта суета выстраивает совершенно глухую стену, просто непроходимую стену между умом человека и между его сердцем. То есть человек не способен обратиться к самому себе. В отличие от деревенского жителя, человек получает огромное количество ненужной и бесполезной информации. Вне зависимости от желания, эта информация входит в ум, в сердце человека, если только он не умеет крепко ограждать себя молитвой, то есть умеет держать себя вне этой среды. И вот эта информация просто как помойка засоряет ум и сердце человека. И фактически человек оказывается заложником этой жизни, рабом вот этого ритма и себе уже не принадлежит. То есть он как бы продан рабство вот этой вот безумной жизни городской, которая захватывает его вот в этот вихрь и водоворот. Одно из самых главных, что происходит с человеком в церкви, он вдруг обретает здесь смысл жизни. Церковь как шелуху начинает снимать с человека все то наносное, что он обретает себе в миру. Она останавливает как бы его жизнь и говорит о том, на что надо обратить самое главное внимание. Помогает обратиться человеку к самому себе, к своему собственному внутреннему состоянию. Потому что все беды, которые происходят в жизни человека, они происходят именно из тех недугов, которыми болеет его собственная душа. Прежде всего мы предлагаем смирение. Без смирения мы говорим, что невозможно не победить ни одного греха. Без смирения мы не можем приобрести ни одной добродетели. Всякое, скажем, вот мы не только братьям говорим, что смиряйся, терпи, за все благодари. Вот, так наставляем, потому что без смирения невозможно и спастись. Без смирения невозможно что-то приобрести духовное. И мы на Исфе Демириана говорим, что говорят, ну там раздражалась, там осуждала, или там другие, что-то вот зависть. Мы говорим, это от гордости, это от гордости. Потому что, когда человек смиряется, он никого не осуждает, он всем доволен. Гордым Господь противится, смиренным дает благодать. Деяло наоборот, гордым гордится, гордых любит, смиренных не терпит. Язвы общества и монашеская молитва существуют совсем рядом, но на разной чаше весов. Что?